Добрый день, Татьяна! Добрый день, друзья и коллеги! Действительно, тема немного непривычна, хотя она и входит в мой трек по презентациям, который шел в этом учебном году. Дело в том, что регулярно проводя вебинары, регулярно готовя презентации, регулярно становясь экспертом на курсе, я обратила внимание, какое большое количество функций, должностных обязанностей мне приходится выполнять в процессе и посмотрела, как аналогичные процессы происходят у коллег, у знакомых, кто тоже сотрудничает с различными провайдерами онлайн-курсов, кто регулярно проводит вебинары. И обмениваясь опытом, мы сделали для себя несколько интересных выводов и разработали несколько стратегий. Я сегодня хочу этим поделиться, хочу рассказать о своем опыте и очень прошу в ответ тоже писать в чат, рассказывать о своем опыте, рассказывать, что вы думаете об этой теме, потому что это не какое-то научное исследование и не истина в последней инстанции, это предложение подумать вместе, порассуждать и, может быть, нащупывать какую-то истину в процессе. Поэтому очень сегодня надеюсь, что вы тоже подарите мне немало интересных идей. Я работаю в лаборатории мультимедийных коммуникаций «Сила Мидия» и у нас есть такое правило. Каждый раз, когда мы заходим в какую-то новую, неизученную для себя область, мы делаем в первую очередь карту. Стоит вам оказаться в незнакомой местности, вы не будете понимать, где находится ближайший ручей, в каком направлении нужно идти, чтобы выйти к жилью, где находятся автомобильные трассы или железнодорожные пути. Но если у вас в руках будет карта, вы сможете легко составить свой маршрут. Очень много авторов онлайн-курсов, оффлайн-курсов, каких-то программ повышения квалификации вместо этой карты предлагают своим слушателям программу. Программа – это фактически есть маршрут. Вы можете по ней пройти, но вы никогда не узнаете, что буквально в 500 метрах от этого маршрута могло оказаться что-то интересное, увлекательное, если кто-то вам не нарисует карту и все возможные пути по ней не построят. Поэтому, когда мы входим в новую область, мы составляем карту, чтобы уметь сориентироваться. Вот пример одной из наших самых известных карт – это карта SoftSkills, когда мы разрабатывали тренинги, посвященные гибким навыкам. Естественно, первое, что мы сделали – это изучили соответствующую литературу, перевели из нескольких языков классификацию и составили вариант, использовав уже авторские формулировки, основанные на глаголах. Посмотрев на эту карту, можно представить, какой объем минимальных гибких навыков мы считаем необходимыми. По формулировкам можно составить соответствующие упражнения. Используя карту, можно проводить диагностику и оценивать, какие навыки развиты у тебя или у другого человека. И, естественно, самое главное, для чего эта карта строилась – для того, чтобы можно было определить зону ближайшего развития, понять, какие навыки нужно закрыть и каким образом можно построить свое обучение. Есть еще одна карта, она создана заметно раньше. И в первую очередь, она, конечно, впечатляет своим масштабом. В этих ветках более 300 навыков очень-очень подробно описаны. Это карта медийных компетенций. Она разработана для тех, кто работает в сфере медиа, для журналистов, корреспондентов, редакторов, авторов новостей и создателей лонгридов. Разбита на большое количество веток. И по нашему опыту мы можем сказать, что некоторые ветки из карты медийных компетенций прекрасно подходят и для педагогов, и для преподавателей. Вот, например, такая ветка, как «Работа с информацией», сама по себе довольно универсальна. Нам нужно уметь искать информацию в сети, собирать ее в педагогические коллекции контента, верифицировать, использовать каким-то образом, упорядочивать и ставить задачи как себе, так и своим ученикам. То есть частично вот эти вот ветки пересекаются. И неудивительно, что после разработки карты медийных компетенций, после некоторых других удачных опытов, нам в голову пришло разработать карту педагогических компетенций. Ту карту, которая могла бы показывать, какие навыки и умения нужны уже преподавателю. И были уже попытки взяться за эту работу, уже были какие-то тексты, какие-то наметки, но пришла пандемия, и онлайн-образование, онлайн-обучение не то, что выдвинулось на первый план, а стало пронизывать все сферы нашей жизни. Если до этого вебинары и онлайн-курсы были привилегии дополнительного образования, инфобизнеса, каких-то крупных компаний и порталов, то сейчас в любой школе, я не удивлюсь, даже если в любом детском саду, преподавателям, педагогам иногда, как минимум, да, иногда требуется проводить онлайн-занятия, вебинары или полноценные курсы. И, значит, цифра, которая пришла к нам в дом, онлайн-обучение, которое пришло в каждое заведение, потребовало пересмотреть те навыки, которые нам нужны. И если при оффлайн-обучении я могу составить список, скажу, что мне нужно, например, уметь считывать эмоции группы, уметь держать групповую динамику, уметь визуализироваться, очень наглядно показывать свои идеи, уметь импровизировать и подстраиваться под аудиторию, то некоторые из этих навыков я могу использовать и в онлайне, но мне будут нужны и другие. Так, я часто говорю на своих вебинарах и курсах, что камера очень сильно съедает эмоции. И то, что я провожу вживую, разговаривая с людьми, если я с такими же эмоциями, с такой же мимикой и артикуляцией буду проводить вебинар, то в кадре буду смотреться довольно бледно и неинтересно. Поэтому больше эмоций, больше энтузиазма, больше мимики и артикуляции, ещё больше нужно преподавателю. И это другие навыки, которые нужно развивать. То, как я веду вебинары, и то, как я веду оффлайновые занятия, это два разных подхода. Я не могу просто перенести одно в другое, потому что перенося оффлайн в онлайн, я буду скучной, а перенося онлайн в оффлайн, я буду, наоборот, слишком, может быть, резкой, слишком вызывающей себя вести. Поэтому не переносим, а ищем отдельную модель для каждого из этих случаев. И даже могу по своему опыту коллег сказать, что проводить занятия на ногах и проводить занятия сидя за рабочим столом просто совершенно по-разному настраивает и работу тела, и от этого работу мозга. Поэтому вот у меня есть такая маленькая мечта – расширить свое рабочее место, свой рабочий кабинет, конторкой для того, чтобы вебинары можно было проводить стоя, чтобы можно было менее зажатое, себя чувствовать более свободно. И это, конечно, тоже будет отображаться сразу на экране. Я покажу сейчас три примера онлайн-работы, три ситуации, с которыми сталкивается каждый преподаватель, проводящий вебинар, общающийся с студентами в интернете или готовящим контент для учебного онлайн-курса. И расскажу, какие навыки могут быть востребованы, какие компетенции, должностные обязанности преподаватель берет на себя, то есть насколько сильно расширяется круг того, что мы обязаны делать, что будет, если у него не будет этих компетенций. И покажу те решения, которые мы нашли, или наоборот, те решения, которые мы нашли, но признали неподходящими для того или иного сценария. Первый сценарий, наверное, самый популярный, да, самый широко известный, это ситуация, когда нужно провести вебинар или онлайн-курс. Есть группа учеников, группа слушателей, они находятся где-то в другом месте, за границей своих экранов. Есть преподаватель, который находится отдельно, есть презентация или какой-то визуальный материал, и, как правило, есть чат для общения. Вебинар может быть какой-то отдельный, вебинар может входить полностью в рамки всего курса, то есть быть сразу серией, и это тоже надо каким-то образом учитывать. И вот в этих условиях мы, как преподаватели, вынуждены работать. Какие навыки нужны, что мы должны уметь. Если необходимых навыков у преподавателя не имеется, то вот три таких самых-самых ярких и значимых проблемы. В первую очередь это, конечно, технические неполадки. Я не сумела правильно настроить оборудование, и у меня плохая размытая картинка. Можно смотреть презентацию, но нельзя смотреть на меня, как на преподавателя. Проблемы со звуком. Неожиданно во время вебинара отключился интернет, и слушатели не знают, что делать. Ждать меня дальше, вернусь я, как им об этом сообщить. То есть технические проблемы, они, как правило, страшны именно тем, что они отнимают время, как у преподавателя, так и у его аудитории. И технические проблемы, это не только настройка вебинарной комнаты, но и фактически умение подключить какое-то оборудование, то есть как железо, так и программное обеспечение. Где-то есть ответственный за это персонал, но очень часто сама нагрузка падает тоже на преподавателя. И если, приходя в класс, я могу, в принципе, без этой техники провести, если у меня отрубится проектор, я все равно смогу провести занятие. То при вебинаре это, конечно, невозможно. Вторая проблема – это говорящие головы. Когда вот я на экране, я что-то говорю, я, может быть, что-то показываю, но это неинтересно. Это монотонно, никакой динамики нет, и смотреть и слушать очень и очень скучно. Конечно, большой роль играет и голос, и интонации, но визуал тоже очень важен. Как правило, вот, например, вебинарная комната, где мы сейчас находимся, она очень бедна по возможностям. И для того, чтобы была какая-то динамика, вот максимум того, что я могу предложить, это переключение презентации не в PDF-формате, а презентации в Miro, для того, чтобы можно было еще параллельно показывать что-то интерактивное или делать какие-то упражнения. Сама по себе комната не дает полноценных возможностей по режиссированию материала. И вот, опять же, какие обязанности падают на преподавателя? Он должен понимать, как он смотрится в кадре, он должен понимать, как поддерживать темп и динамику своего вебинара. Он должен владеть своим лицом и своими интонациями фактически на начальном актерском уровне. Опять же, где этому научиться, как правильно настроиться, как поддерживать себя регулярно в форме. Ведь, честно говоря, далеко не всегда мы находимся в голосе, в настроении, а занятия идут по своему расписанию, и мы в любом состоянии вынуждены транслировать энтузиазм и позитивные эмоции. Это очень и очень сложно. И из этого часто появляется третья проблема – это профессиональное выгорание. Профессиональное выгорание в онлайне, мне кажется, возникает еще чаще. К сожалению, у меня нет никаких данных исследований, но когда мы видим глаза и видим эмоциональный отклик, мы получаем энергию обратно. Получать энергию обратно через экран монитора очень и очень сложно, особенно учитывая, что периодически наша с вами аудитория воспринимает вот эти онлайн-занятия как вторжение на их личную территорию. Когда они приходили к вам в помещение, сами приходили, вы что-то им рассказывали, они были гостями на вашей территории. Сейчас вы, как преподаватель, гость, который заходит к ним домой на их экран, на их рабочее место, не спрашивая разрешения. И это психологически очень сложно как для аудитории, так и для нас, как преподавателей. Посмотрите, вот мы проговорили, какие могут возникать проблемы и описали, какие роли берет на себя преподаватель. То есть помимо того, что он учит, он является экспертом, он является носителем знаний, параллельно он является сам себе техником, актером и режиссером, выстраивая вот эту вот картинку вебинара, и является параллельно администратором. Прочитать то, что пишут в чате, отметить какие-то вопросы на будущее, ответить на вопросы про скачивание презентации, про то, будет ли запись, если несколько преподавателей, то вовремя вывести в эфир. Вот эти вот все обязанности, все сейчас пытается совместиться в рамках одного человека. И это, конечно, очень и очень сложно. Вот даже просто по списку должностных обязанностей. Техник он настраивает вебинарную комнату и оборудование, актер работает в кадре, режиссер следит за динамикой и меняет визуальный ряд. Я надеюсь, что года через два, через три все вебинарные комнаты смогут давать нам такие функции и возможности. И администратор следит за чатом и собирает вопросы. И вот это вот все в лице одного человека. Мне кажется, это очень-очень много. За два года, когда очень активно шло онлайн-обучение и проведение вебинаров, мы с коллегами выработали вот такой подход к этому сценарию. Мы проводим вебинары в парах два преподавателя, то есть два человека, которые могут провести вебинар, причем неважно, да, один ведет эксперт в этой теме, второй просто является преподавателем и тоже регулярно ведет вебинары. Когда приходит время, на вебинар заходят два человека. Эксперт, который будет рассказывать тему, и второй преподаватель, который выступает в роли администратора. Вот второй преподаватель отвечает за техническую сторону, то есть он буквально нажимает на кнопку «Запустить вебинар». Не то, чтобы это не мог сделать второй человек, это просто вот такое разделение обязанностей, которое дает уверенность. Администратор запускает вебинар, здоровается, да, может быть, пишет в чат «Добрый день», представляет преподавателя, который будет рассказывать сегодня материал. Дальше он уходит из эфира, работает с чатом, да, отвечает на какие-то вопросы. И очень важный момент, он подхватывает занятия, если на стороне преподавателя какой-то сбой. Например, если сейчас у меня мигнет интернет, я уверена, что Татьяна Викторовна выйдет в эфир, подбодрит вас, скажет, что вернусь в ближайшее время и не бросит вас без присмотра. Да, совершенно верно, это и у нас в «Сила Медиа», и в «Директ Академии» это действительно оптимальный вариант. Когда в паре со мной, на некоторых вебинарах стоит техник, то есть не преподаватель, я не чувствую себя настолько уверенно, потому что в случае какого-то сбоя он не сможет именно подхватить аудиторию. Это очень и очень важно. Преподаватель, в свою очередь, он готовит презентацию, то есть презентация – это его обязанность, он ведет все занятия, и плюс он подхватывает вебинар уже после его проведения. Это не задача администратора, задача администратора заканчивается после нажатия кнопки «Все завершено». Дальше уже сам автор вебинара выгружает материалы, рассылает их, может быть, конвертирует в видеозапись и загружает ее на канал. Почему именно так, я покажу в следующем сценарии. Ну вот работа администратора заканчивается. И в принципе, вот у нас в нашей компании 3-4 человека обучены этой схеме, и при проведении вебинара мы меняемся, переподключаемся в парах, и можем чувствовать себя довольно уверенно. Мы можем в принципе в паре провести вебинар с двумя спикерами, но спокойнее, когда один находится вот на такой помогающей должности. Что мы можем получить в итоге, когда у нас есть соответствующие навыки и умения? Во-первых, удобное разделение обязанностей. Я знаю, где моя ответственность, я знаю, где ответственность другого человека, и понимаю, что у меня всегда вот надежно прикрытые тылы. Во-вторых, при умении работать таким образом мы получаем визуальную картинку, которая годится для переупаковки. То есть, если у меня есть навыки актера, если у меня есть навыки режиссера, если я могу переключить изображение, поддерживать динамику, то это может получиться не просто запись вебинара, а может получиться какой-нибудь интересный видеоролик. Вот я вырежу там 5-7 минут, и у меня получится интересное видео уже учебное. Не просто пересмотреть вебинар, а можно, например, разослать в качестве ответа на какой-то вопрос слушателей. Значит, удобное разведение обязанностей решает технические вопросы. Понимание основ режиссуры видеоматериала дает нам красивую визуальную картинку. И также все вот эти навыки, в принципе, дают больше разнообразия групповых активностей. Особенно это важно, когда мы работаем в Миро, и в принципе понятно, что Миро – одна из самых интерактивных средств, где можно проводить занятия, где можно предлагать различные групповые активности, и там в принципе невозможно без такого второго пилота. У меня была очень-очень неприятная ситуация, когда мой компьютер регулярно перезагружался, и я вышла на вебинар с одного устройства, а презентацию в Миро, причем интерактивную, я показывать не смогла. И второй пилот быстро понял, что какие-то технические проблемы подхватил, он двигал, подключился к моему аккаунту в Миро, перемещал экран, переводил слушателей в следующую интерактивную зону, а я рассказывала материал. Никому бы не советовала повторять этот опыт, но очень-очень спас вот наш подход в этом случае. Так, у Директ Академии продолжается закадровая работа, да, сертификаты, записи, анонсы, рассылки, то есть работа именно с учебным контентом. И это следующий, да, сценарий, про который я как раз хочу поговорить. Но если у вас есть еще какие-то свои замечания, какой-то свой опыт, как вы ведете вебинары, как вы распределяете обязанности, помогает вам кто-то ассистировать, с какими проблемами вы сталкиваетесь, пишите в чат, мы сегодня это все с удовольствием с вами обсудим. Я думаю, что это будет полезно не только вашим коллегам в чате, но и однозначно для моего личного опыта. Поскольку я работала с совершенно разными провайдерами, с совершенно разными фирмами, с вебинарами, то есть вот я нашла оптимальный для себя, наиболее удобный вариант. Может быть, в вашем случае удобный вариант окажется другим. И действительно, проведение вебинара это только маленькая часть. Это небольшой кусочек синхронного формата. Большинство онлайн-курсов сочетают в себе синхронные и асинхронные форматы. Например, мы провели вебинар, есть возможность куда-то зайти и прочитать дополнительные расширенные материалы. Есть практическое задание, которое нужно выполнить и получить учебную связь от преподавателя. Создание учебного контента тоже требует некоторых специфических навыков. И помимо просто учебного контента, нужно понимать, что сюда входит и контент для социальных сетей. Это тема микрообучения, это тема обучения на производстве, это использование каналов, которые позволяют лучше достучаться до вашей целевой аудитории. В конце концов, если вы преподаватель вуза, и ваши студенты и так большую часть времени проводят в Телеграме и ВКонтакте, значит, проще найти их, выдать им какую-то важную информацию или взять с них выполненные практические задания в том же Телеграме или ВКонтакте. И значит, многие организаторы онлайн-обучения ждут от преподавателя не только проведения вебинаров, но и умения создавать различный учебный контент в абсолютно разных форматах и умения создавать контент для социальных сетей. Обычно под учебным контентом мы чаще видим лангриды, то есть большие материалы, состоящие из мультимедийных форматов и текста, часто из интерактивных форматов в том числе. А социальные сети дают нам короткий контент, буквально вот такой модуль, чанг, да, и одну порцию информации, которую можно охватить за один раз. И если учебный контент в формате лангридов требует сосредоточенного внимания, то есть если человек зашел и он читает, он готов уделить этому внимание, то контент для соцсетей потребляется, как правило, в расслабленном состоянии. А я думаю, вы знаете этот эффект, когда вроде я вот 15 минут читала, читала, и все равно ничего в голове не запомнила, запомнила, потому что мозг был расслаблен, он не сосредоточен был. И к контенту в социальных сетях, если у вас, например, есть такое требование организаторов, чтобы вы выкладывали учебный контент еще в социальные сети, нужно подходить по определенной схеме, потому что один пост сам по себе не даст вашим ученикам ничего. Что у нас может получиться, если соответствующих навыков и умений нет? Ученикам очень важно, вашим слушателям, чтобы была коммуникация в удобном для них формате. Кому-то удобно смотреть видеоролики, получать видеозадания, кому-то удобен и понятен текст, кто-то хочет получать задания в воскресенье вечером, чтобы планировать новую неделю, кто-то предпочитает получать задания исключительно в учебное время, вот сразу прямо на занятиях. У слушателей есть свои предпочтения, есть свои форматы, есть понимание объема контента, который они готовы потребить за один раз, и даже понимание того, какие устройства для них предпочтительны. Если преподаватель это не понимает, то он и не сможет построить удобную и надежную коммуникацию. Хотя преподаватели чаще обращают внимание больше на вторую проблему. Все то, что они делают, отнимает огромное количество времени. Создание презентации, написание большого количества текстов, выкладка это на сайт, какое-то визуальное оформление, создание контента для соцсетей и его публикация, какие-то массовые рассылки, не забудьте, что завтра у нас 12 часов состоится остальной вебинар. И вот это вот все отнимает очень и очень много времени, которого преподавателя, как правило, и так не особо хватает. Ученики обращают внимание и на третью проблему. Информация подается им неоптимальным образом. То есть помимо коммуникации, то есть помимо возможности разговаривать, им есть определенные ожидания от учебного контента. Потому что весь наш сейчас мир, вся информационная среда диктует то, что контент должен быть интерактивным, с ним должна быть возможность взаимодействовать определенным образом. И если учебные модули, учебная информация не содержит интерактивных ставок, как правило, пользователи отнесутся к ней с меньшим вниманием. Также сейчас наша аудитория привыкла получать информацию определенными порциями. И вот так вот час послушать вебинар, активно отвечая на вопросы, спрашивая что-то, о чем-то думая, или как я люблю делать, конспектируя в процессе, далеко не каждый человек сейчас сможет. Они привыкли видеть контент, разбиты на определенные модули. И даже сейчас, когда я делаю презентацию для немножко другой аудитории, я стараюсь их раздавать на несколько частей, то, что я называю сценариями, для того, чтобы потом, когда вы пересматриваете это в видеозаписи на канале Директ Академии, вы могли посмотреть только тот модуль, который вам в данный момент нужен. И не тратили время на поиски необходимого кусочка информации. Опять же, сведем это все вместе и посмотрим, какие должностные обязанности падают на несчастного нашего преподавателя. Копирайтер, дизайнер и редактор. Это функционал, который обычно действительно сочетается в одном человеке, даже если это какое-то медиаиздание или SMM-менеджмент. Но формально вообще это три разные должности. Человек, который работает с текстом, человек, который работает с изображением и пользовательским опытом, то есть дизайнер, и человек, который выступает редактором. Дальше, если есть обязанность постить вот это все и на социальных сетях работать в них, мы добавляем сюда функционал контент-менеджера, то есть человека, который понимает, как оформить пост, в какое время его отправить, как проверить, что он собрал отклики аудитории. И еще одна дополнительная должность это мультимедийный редактор. Как я уже говорила, аудитория предпочитает контент в интерактивном формате. А значит, мультимедийный редактор это тот человек, который умеет работать с различными мультимедийными форматами. То есть вот я не просто скажу вам, что у нас 50, там, 48% смотрят учебный материал с компьютера, а 52% пользователей смотрят его с мобильных телефонов. Нет, как мультимедийный редактор, я сделаю на эту тему инфографику, скопирую где-то кусочек из статистики, покажу это каким-то сравнительным, наглядным образом, то есть поработаю с тем или иным мультимедийным форматом. И тоже вот так вот буквально по верхам пробежаться по основным должностным обязанностям. Копирайтер, обычно работа вот такой команды начинается именно с копирайтера, который придумает, продумывает план материала, тезис, аргументы, выводы, да, или просто пошаговый план. Он пишет тексты, понимая, что все самое важное и основное должно быть в первом, верхнем абзаце, потому что внимание пользователя ослабевает до конца, нередко дочитывает. Он формулирует заголовки. Если речь идет о презентациях, презентации тоже мы относим к учебному контенту, то он продумывает план материала, формулирует содержательные заголовки, пишет тексты на слайдах, делает подписи. Дизайнер создает оформление и подбирает иллюстрации. Ну, подбирать иллюстрации – это, в принципе, обязанность, если говорить про медиабилит-редактор, то есть один человек, который отвечает за подбор фотографий. Главное в дизайнере понимать, у дизайнера понимать, как пользователь изучает этот материал. Он может сказать, куда человек посмотрит в первую очередь. Он может сказать, с чем будет у ваших слушателей ассоциироваться оранжевый цвет, а с чем будет ассоциироваться фиолетовый цвет. Почему вот здесь вот кнопка должна быть круглая, а не прямоугольная? Дизайнер – это мостик между восприятием вашей аудитории и вашими учебными материалами. И без каких-то знаний основ дизайна, принципов дизайна, очень и очень сложно делать качественный учебный контент. Редактор, тот, с которого начинается и заканчивается вся работа, он определяет целевую аудиторию, то есть он может описать, кто именно будет материал изучать. Он может формулировать вот саму тему под правильным ракурсом, расставить акценты, сказать, на что нужно обратить внимание. И вот с точки зрения преподавателя, я считаю, что редакторская работа – это еще и соблюдение авторского права, чтобы все было подписано, чтобы было указано, чтобы не было никаких проблем с учебным материалом. Контент-менеджмент – это публикация контента в социальных сетях. Значит, здесь работа идет через выбор площадок, через размещение и публикацию, и сбор итоговой статистики. Неправильно выбранная площадка часто ведет к тому, что вся дополнительная информация, которую публикует преподаватель, она просто вот таким вот образом уходит в молоко, ничего не дает. Аудитории неудобно выбывать, аудитории неудобно изучать вот здесь информацию, и как бы не завлекай, какие конкурсы не придумывай, довольно часто такие проекты оканчиваются ничем. Преподаватели редко обращают внимание на результативность, потому что есть положение, договорились, например, что в университет ведет вот такие социальные сети, учебная группа создается вот в этих социальных сетях, но это не самый правильный подход. И если преподаватель не понимает основы контент-менеджмента, ему может быть сложновато. Ну и, наконец, мультимедийный редактор, я про него говорила, опять же, не добавляя каких-то сложностей, просто верстает материал в различных сервисах. Ну, например, мультимедийный редактор умеет работать в удобе и знает, как сделать в ней, угадая карточки, переворачивающиеся карточки. И часто, опять же, это все падает на одного преподавателя. Он и проводит вебинар, и готовит к нему материал, и публикует контент потом, и общается с учениками в социальных сетях. И очень часто кажется, что все нормально, ничего сложного, давай еще добавим 15 минут времени для того, чтобы запостить какую-то картинку в социальных сетях. Но это переключение типа деятельности, и времени на это уходит, конечно, намного-намного больше. Сейчас, когда вы видите перед глазами, что это функционал сразу пяти человек, я думаю, вы понимаете, почему такая большая идет нагрузка. Опять же, какой подход, какое решение мы нашли в лаборатории Сила Медиа для себя? Каждый учебный материал, каждая единица контента проходит у нас определенный путь. Тизер, трейлер, мероприятие, декомпозиция, переупаковка. То есть до мероприятия есть два этапа. Это тизер, когда мы даем какой-то анонс, что будет происходить, и сопровождаем это картинкой. Трейлер, это когда у нас учебный контент готов, и мы можем кусочек его показать, чтобы аудитория лучше поняла, что будет происходить на мероприятии. И два этапа после проведения курса или после проведения вебинара. Это декомпозиция. Предположим, я провела вебинар сейчас. У меня есть по его итогам видеозапись, видеоролик. У меня есть по его итогам презентация, то есть набор изображений или набор текста. Я могу отдать видеоролик в расшифровку. У меня получится еще один текст, потому что часто, когда мы говорим, у нас в речи получается что-то очень интересное, очень ценные какие-то мысли, которые нужно сохранить. И вот этот черновой материал можно уже переупаковать. Расшифрованный текст вычищаем и превращаем в текст лангрида. Из презентации собираем картинки и иллюстрации для этого лангрида и добавляем какие-то врезки с вебинара, где, например, я отвечаю на вопросы пользователя. То есть вот такая вот цепочка работы с учебным контентом позволяет использовать каждую его маленькую часть. Не нужно каждый раз создавать контент заново. В процессе подготовки к вебинару и в процессе вывода материала после вебинара контента учебного образуется очень-очень много. Я поэтому и говорила на предыдущем сценарии, что обязанность выгрузить материалы, разослать материалы лежит на преподавателе, потому что вот эти вот материалы он всегда сможет использовать для создания учебного контента уже под своим авторством. Для того, чтобы эта схема работала, обязательно разрабатываются шаблоны. Никогда никакие заставки вебинаров, никогда никакие картинки для социальных сетей не рисуются вот так на коленке, если сегодня я хочу синий цвет. Нет. Сразу разрабатываются шаблоны, и весь контент укладывается в эти шаблоны. Если название мероприятия слишком длинное для шаблона, режется название мероприятия, а не шаблон. И вот точно так же вы можете следить в треке про презентации в 2021-2022 учебном году у меня одинаковое оформление презентации. Это очень сильно упрощает мою жизнь. Одинаковые шрифты, одинаковые подложки, одинаковая система расположения картинок меньше времени на это уходит. Точно так же, как шаблоны, есть алгоритмы. Вот это вот тизер-трейлер мероприятия, это готовый алгоритм. Файл, где прописано буквально по шагам, что нужно делать, в какой-то момент, через неделю после проведения вебинара, кому что нужно разослать. Контент-план, который говорит, что мы, например, первое, ну, за 7 дней до вебинара проводим, потом через 3 дня, потом в сам день, как за несколько часов. Все расписано, все вот таким образом не отнимает наш мозговой ресурс. Нам не нужно об этом уже думать, потому что есть вот документ, где это все прописано. И точно так же, вот обратите внимание на опыт Директ Академии, который создает тематические треки. Работать в рамках тематического трека намного проще, чем придумать, например, 12 тем оригинальных вебинаров и придумать 12 тем внутри какого-то трека. Это намного проще. Мы также применяли этот подход от подсмотренного Директ Академии и в своей работе. Мы делали тематические треки по софтскиллам, делали тематические треки по медиакомпетенциям определенным. Это всегда работает намного-намного проще. То есть все максимально алгоритмизировано и шопланизировано. Дальше сам учебный контент создается по модульному принципу. То, что вы учите, то, что вы готовите, это все можно разобрать на небольшие блоки и каждый такой блок использовать повторно, пересобрать в другом порядке, оставить теорию ту же самую, заменить практические примеры на более актуальные, взять те же самые практические примеры, но упростить теорию для более слабой группы. Модульный принцип – это как раз постоянная переупаковка готового учебного контента, постоянная адаптация под аудиторию и лучшее попадание в формат. Поэтому видеозаписи расшифровываются и превращаются в лонгриды. Вопросы, которые задаются довольно часто, собираются в такие подборки, например, часто задаваемые вопросы, где на них есть типичные ответы. Или модули, есть, например, документ, я уверена, что у тебя есть документ, где вот эти вот рассказы о следующих вебинарах записаны, рассказ о том, как скачать презентацию записан, в лаборатории Сила Медиа тоже есть такой документ, там есть ссылка на какой-то проект, и под ней короткое описание, чтобы можно было скопировать и забросить сразу в чат. То есть все то, что повторяется раз за разом, собирается в отдельные документы, чтобы можно было копировать и вставлять. Все то, что содержит разный контент, но при этом повторяет одну и ту же последовательность шагов, все это превращается в алгоритмы. И вот эти вот модули, вот эти вот алгоритмы, опять же, через некоторое время, когда к ним преподаватель привыкает, их можно автоматизировать еще больше, то есть переходить на следующий этап автоматизации. Так, например, сейчас документ составляю вручную, вручную копирую и вставляю, вручную копирую ответ на вопросы и вставляю, возможно, через некоторое время появится какой-нибудь чат-бот, который будет автоматически на самые типичные вопросы в Телеграме выдавать ответы по каким-то ключевым словам. То есть сейчас большая часть идет вручную, но я надеюсь, что рассвет чат-ботов, рассвет сервисов, соединяющих разные сайты и программы поможет нашу преподавательскую работу еще больше автоматизировать. Итак, если у нас есть соответствующие навыки и умения, то мы умеем создавать и применять шаблоны для быстрого создания контента. Так, тут у меня ошибка, я потом ее исправлю. Это шаблоны того, как оформить пост. Это шаблоны создания учебного лангрида. То есть даже тоже типичный формат. Сейчас, когда в Силамеде мы готовим большое количество лангрида для учебного портала, у нас есть сайт-пример, где написано, какие у нас могут быть модули в лангриде и как их правильно оформлять. Это вот такая визуальная подсказка. Дальше количество форматов увеличивается. Если работа с учебным контентом становится проще, значит, мы можем использовать и большее количество форматов, в том числе мультимедийных, в том числе интерактивных. Про переупаковку и адаптацию материала под правую аудиторию я говорила. Еще один важный момент – это умение использовать UGC. Контент, который создают сами пользователи. То есть каждый ваш вопрос, который вы мне на протяжении года писали в чат, и мой ответ на него во время вебинара – это UGC, который можно вынуть и сделать, например, большую страничку ответа на вопросы. Или запрограммировать того же чат-бота, что вот на такой вопрос он отвечает таким образом. Или сделать видеонарезку с интерактивными метками на YouTube, где можно перейти сразу на интересующий вас ответ. То есть опять же можно собрать и переупаковать. Помимо вопросов, это могут быть комментарии, это может быть чужой опыт. Если у вас есть такая практика, соглашение, что вы можете использовать примеры и практические задания, которые делают слушатели ваших курсов или участники ваших вебинаров. То есть вот таким образом вы собираете UGC, собираете контент, который делают пользователи. Чем интереснее, чем качественнее вебинары курсов, которые вы ведете, тем больше UGC по итогу вы получите. А самый его привычный типовой пример – это отзывы пользователей. Тоже очень и очень иногда выручаем. И еще один последний сценарий. Сразу скажу, что этот сценарий для меня сейчас вызывает наибольшую сложность. Я не могу здесь выдать какого-то готового решения. Могу только посоветоваться с вами. Это модерация учебных сообществ. У нас есть онлайн-платформа, где мы проводим вебинары. У нас есть площадка, на которой мы выгружаем учебный контент. И у нас есть какое-то учебное сообщество, где можно сказать, когда состоится вебинар, какое практическое задание нужно выполнить на этой неделе, напомнить, где ученики могут задать вопросами и обменяться какой-то информацией. И вот модерация учебных сообществ вызывает проблемы не только у меня, но и у многих людей, с которыми я разговаривала. Типовая ошибка – это создание не сообщества, а информационного канала. То есть общение одностороннее. Вы сообщаете о чем-то, но в ответ не получаете никакой обратной связи. Сообщество – это всегда общение на равных, когда все стороны могут высказать свое мнение. Можно создать канал в Телеграме, постить туда анонсы, и вы получите вот такой канал информирования. Можно создать группу ВКонтакте, чатик ВКонтакте, и вы будете постить, а вам в ответ будут отвечать спасибо, придем, я сегодня не могу. Это тоже канал информирования. Сообщество – это когда есть запрос, направленный уже преподавателю, когда есть вопросы, когда есть советы, когда обмен любой информации становится двусторонним. Многие не любят работать с такими сообществами, потому что не понимают, как их правильно модерировать. А без модерации начинается оскорбление, начинается троллинг, атмосфера становится агрессивной, кто-то высказывается резко, кому-то это не нравится, кто-то свешает свой настоящий аккаунт, кто-то меняет аватарку на вымышленного человека и придумывает себе какое-то странное название. И вот такая вот атмосфера, она, конечно, очень и очень мешает образовательному процессу. Со стороны же пользователей есть недоверие к таким сообществам, потому что, как правило, они не видят преподавателя оперативного ответа. Все чаты, все мессенджеры разработаны таким образом, чтобы максимально оперативно получить ответ на свой вопрос, максимально быстро получить доступ к информации. Преподаватели к этому относятся немного по-другому. Это во-первых. Часто люди старшего возраста не понимают, насколько важна оперативность. Во-вторых, часто у них просто нет такой возможности. Согласитесь, было бы странно, если вот сейчас мне пришло бы сообщение какое-то в Телеграм, и я вот во время вебинара сказала, минутку и пошла бы на него отвечать. То есть, как правило, наша с вами профессиональная деятельность не дает возможности отвечать на вопросы оперативно. А на той стороне нашего сообщества это может стать настоящей проблемой. Как часто вы видели, да, вот такой вопрос, ответьте, ответьте, ответьте. Скорее, а не надо, я уже сам все решил. Здесь с функционалом, да, за должностными обязанностями попроще. Но тоже надо понимать, что у любого сообщества есть, во-первых, администратор, во-вторых, модератор. И помимо этого есть участники сообщества. И обязанности администратора и обязанности модератора настолько различны, что на эти позиции лучше ставить разных людей. Администратор – это тот человек, который сообщество настраивает, приглашает участников, раздает им роли. Так ВКонтакте можно быть редактором, можно быть модератором, можно быть просто автором контента, и у них разные режимы доступа. И администратор, он часто является и владельцем, его задача – это сделать так, чтобы сообщество работало с технической точки зрения. Администратор – это техника. Модератор – это человек, который разговаривает. Его задачей является как раз формирование правил сообществ. Он может инициировать обсуждение, если аудитория не очень активна, и он контролирует выполнение правил сообществ, при этом гасит агрессию. То есть если выложен какой-то пост, и под ним нет обсуждений, да, ВКонтакте, например, то модератор пишет вопрос, автор поставленного отвечает, и там глядишь, и другие участники уже к этому подтянутся. То есть модератор – это человек, который отвечает за общение внутри сообщества, а администратор – это человек, который отвечает за техническую часть. Как это будет происходить внутри конкретного чата или мессенджера, как раз решается правами и доступами, которые выданы тем или иным образом. И вот здесь вот на самом деле мне действительно очень сложно предложить вам какой-то уже понятный и готовый вариант, потому что я сама для себя ищу сейчас наиболее удобные формы работы. Первое, что приходит в голову, это то, что часть обязанностей можно переложить на участников сообщества. Найти ответственного человека, который регулярно находится в социальных сетях и знает их хорошо, и передать ему функцию модератора. Только, умоляю, ни в коем случае не администратора. Администратор – это владелец сообщества. Все последние, все наивысшие права всегда должны оставаться в руках преподавателя или его организации. То есть модератор может стать участник, который соблюдает права, который может инициировать обсуждение. Второй способ – это продумать автоматизацию некоторых процессов. Чат-бот для Телеграма, отложенные посты ВКонтакте, чтобы… даже не то, чтобы посты в сети. Сейчас в большинстве чатов и мессенджеров можно, во-первых, сделать массовую рассылку, а во-вторых, можно сделать ее по определенному времени. То есть если я пишу что-то в Телеграме, я могу это отправить не прямо сейчас, а установить время, в которое мое сообщение отправится. И это тоже иногда выручает. И последний способ – это кооперация с коллегами, так же, как мы с вами смотрели парные вебинары в связке администратор-преподаватель, попробовать также поделить доступ к учебной группе. Обычно одного преподавателя под крылом собирается несколько таких сообществ. Здесь одна учебная группа, здесь другая учебная группа, здесь такой онлайн-курс, здесь такой онлайн-курс. И получается, что у нас один преподаватель является модератором сразу в нескольких группах. По опыту удобнее делать наоборот, когда несколько учебных потоков собираются в одной группе, а роль модераторов выполняет сразу несколько преподавателей. Но здесь, конечно, нужно смотреть по групповой динамике. По факту, если у вас есть какой-то курс, который вы повторяете с периодичностью раз в год, и у вас сохраняется единый чат, куда добавляются новые люди, кто-то из старичков, из выпускников уже покинет чат, потому что для него это лишняя информация. Кто-то, в зависимости от своего типа характера, с удовольствием останется и станет помогать. Кто-то будет делиться своей информацией, кто-то будет отвечать на вопросы. Опять же, вы сможете опираться на UGC, на тот контент, который создают другие пользователи. Задает вопрос. Хотелось бы знать, как вы выявляете уровень той или иной компетенции, какие методики применяете. Если говорить про уровень, я правильно понимаю, что речь идет про измерение, как измерить те или иные навыки и умения, то мы используем подход, который придумали для карты Soft Skills. Все формулировки и компетенции идут от глаголов, и к ним подбираются определенные упражнения. Если человек в состоянии выполнить упражнения, значит, у него этот навык присутствует. Например, возьмем первый сценарий, провести вебинар. Актер, насколько умеете контролировать свои эмоции? Вот, пожалуйста, сейчас прямо перед камерой смените на своем лице 7 разных эмоций. Пересмотрите свое видео. Если получилось, значит, своим лицом, своей мимикой вы владеете. Поскольку гибкие навыки измерять очень и очень сложно, а большинство того, о чем мы говорим, относится к гибким навыкам и только части Hard Skills, то здесь идет развитие по спирали. Вот в настоящий момент для того, чтобы провести вебинар, мне достаточно умения хорошо артикулировать и выражать свои эмоции через экран. Когда я исполню свою мечту и у меня появится конторка для проведения вебинаров стоя, тут добавится еще и контроль тела. То есть это же упражнение я отключу сейчас в контроль тела, чтобы не размахивать руками, чтобы хорошо смотреться в кадре, чтобы подходить и отходить к камере, не прерывая при этом самого онлайн занятия. И вот тогда на более сложном уровне я смогу с этим всем работать. То есть к каждому навыку подбирается упражнение. Если человек может его выполнить, значит навык у него присутствует. Если не может, если выполняет с ошибками, если выполняет частично, например, заказали показать 7 разных эмоций, а он показал только 5, значит у него навык развит еще в недостаточной степени. Но для того, чтобы придумать такие упражнения, естественно, все формулировки должны идти через глаголы. Например, вот таким вот образом. То, о чем мы говорили сегодня, я сложила и переформулировала, и получила вот такую вот небольшую схемку. Раз навык сформулирован, например, уметь писать и редактировать тексты, значит я могу дать задание написать и отредактировать текст, или дать готовый текст и попросить его отредактировать, и таким образом проверить наличие или отсутствие навыка. А предположим, так, что вот возьмем здесь. Задите основные вебинарные комнаты и сервисы видеоконференции. Я могу дать упражнение, составьте список из 5 вебинарных комнат и сервис видеоконференции, и укажите, какой из них подойдет лучше для вот такого вот кейса. Я пока вернусь на шаг назад. Мы говорили про модерацию сообщества, и что будет происходить в том случае, если преподаватель с соответствующими компетенциями владеет. Во-первых, у любого сообщества будут определенные правила. Это только кажется, что в интернете хаос и полный яролаж, на самом деле для каждого сообщества нужны правила, или оно вымрет. Отсутствие правил, отсутствие модерации обсуждения приводит к гибели сообщества, люди уходят, им становится неприятно находиться, и сообщество становится площадкой для троллей. Поэтому определенные правила, и уж тем более никакой жалости, если человек нарушает правила сообщества, он должен быть наказан. Все результаты обсуждений, все то, что в вашем сообществе обсуждается, какие вопросы задаются, кто что отвечает, это как раз и есть UGC. Вы можете это вынуть, и на этой основе создать структуру для учебного материала, создать список вопросов для вебинаров. Вот никто, например, в чате не задает вопросы, а у меня есть уже готовый список, который вот в сообществе задавали по темам. Вот я сейчас по этому списку пройдусь. А преподаватель занимает позицию модератора. Модератор – это посредник. Задача сообщества – не сделать так, чтобы задавались вопросы преподавателю, а от преподавателя шли ответы. Задача сообщества – сделать так, чтобы участники общались по учебной теме. В этом случае преподаватель становится посредником, который инициирует обсуждение, который направляет его определенным образом и следит, чтобы участникам было комфортно. И в этой ситуации мы можем вычеркнуть из списка пункт оперативный ответ, то, что вызывает так много душевных страданий лично у меня. Потому что если я нахожусь в позиции модератора, если я сделала здоровое действующее сообщество, когда кто-то из слушателей напишет вопрос, другие слушатели ему на него ответят. Это и есть функция сообщества. Они не будут ждать ответа от меня. Потом, после проведения вебинара, когда я освобожусь, я зайду в это сообщество, в этот чатик, перечитаю обсуждение, и если у меня будут комментарии, я его дополню или выскажу свое мнение, или покажу ссылки на какие-то примеры. Таким образом, я не должна постоянно находиться онлайн, постоянно контролировать, что происходит в сообществе, если я потратил какое-то время на создание внутри него здоровой атмосферы. Я возвращаюсь на карту. И вот то, что вы сейчас видите на экране, это, конечно, очень и очень маленький кусочек. Это только то, что можно вот так при первом приближении сказать про цифровые навыки. Что после такого тотального онлайна мы должны разбираться в оборудовании, что мы должны понимать, какие мультимедийные форматы используются, как общаться с людьми внутри нашего учебного сообщества. Мне хотелось бы, конечно, чтобы работа была доведена до конца, и появилась вот такая же большая и прекрасная карта педагогической компетенции, по которой каждый преподаватель смог бы продиагностировать свои навыки, отметить, чего ему не хватает, понять, какая у него специализация. А вот если в карте мультимедийных компетенций больше 300 навыков, ясно, что ни один журналист все мнения полностью владеть не будет. Он может либо по кусочку взять из каждой ветки, либо углубиться в одну ветку и получить какую-то конкретную специализацию. Точно так же было бы хорошо для педагога. И такие карты прекрасны тем, что вы всегда можете провести диагностику, а потом прийти к своим коллегам и сказать, а давайте сверим наш компас. Вот я силен в этом, а ты силен в этом. Если мы объединимся, если мы скооперируемся, мы сможем сделать проект. Или я могу доверить тебе техническую сторону проведения серии вебинаров. Или я отлично умею вести сообщество, ты можешь поставить меня модератором внутри своего сообщества. И таким образом, обмениваясь не только своими знаниями, но и обмениваясь своими навыками и умениями, мы можем повысить качество того обучения, которое мы предлагаем своей аудитории. Что ж, если у вас еще остались какие-то вопросы, или вы хотели что-то дополнить, пишите, пожалуйста, в чат. Это последний вебинар в этом учебном году, последний вебинар трека. И я, честно говоря, еще сама не знаю, с какими темами я вернусь в году следующем. Я всегда доступна. Ко мне можно зайти по социальной сети, найдя меня по имени и фамилии. Я есть, по-моему, везде, кроме ТикТока. Либо напишите мне напрямую на почту, если нужно задать вопрос или о чем-то поговорить, предложить какую-то тему для обсуждения. Свою почту я скинула вам в чат. Презентация доступна для скачивания. Можете в любой момент ее скачать или изучить. И если будут какие-то мысли и идеи, приходите ко мне. Я буду очень и очень рада. Что ж, я передаю слово Татьяне Викторовне. Но остаюсь в чате. И если увижу какой-то вопрос, я на него успею ответить.